Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник, биология, человек, 9 класс, за авторством Сапина, Сонина, УМК Живой Организм, издательство Дрофа. Страница 60-я. Строение и функции спинного мозга. Спинной мозг по внешнему виду представляет собой длинный, почти цилиндрической формы, тяж, длиной до 45 см и массой от 34 до 38 граммов. Располагается спинной мозг в позвоночном канале, его покрывают оболочки. Начинается спинной мозг на уровне большого затылочного отверстия черепа и заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. Ниже находятся оболочки спинного мозга, окружающие корешки нижних спинномозговых нервов. Если рассмотреть поперечный срез спинного мозга, то можно увидеть, что центральную его часть занимает имеющее форму бабочки серое вещество, состоящее из нервных клеток. В центре серого вещества виден узкий центральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью. Снаружи от серого вещества располагается белое вещество. Оно содержит нервные волокна, связывающие нейроны спинного мозга между собой и с нейронами головного мозга. От спинного мозга симметрично парами отходят спинномозговые нервы. Их 31 пара. Каждый нерв начинается от спинного мозга в виде двух тяжей или корешков, которые соединяясь образуют нерв. Спинномозговые нервы и их ветви направляются к мышцам, костям, суставам, коже и внутренним органам. Спинной мозг в нашем организме выполняет две функции – рефлекторную и проводящую. В спинном мозге находятся центры многих безусловных рефлексов. Например, рефлексов, обеспечивающих движения диафрагмы, дыхательные мышцы. Спинной мозг под контролем головного мозга регулирует работу внутренних органов – сердца, почек, органов пищеварения. В спинном мозге замыкаются рефлекторные дуги, регулирующие функции сгибательных и разгибательных скелетных мышц туловища – конечностей. Спинной мозг передает нервные импульсы от органов к головному мозгу и от него к органам. К спинному мозгу подходят все центростремительные нервные волокна спинномозговых нервов, несущие нервные импульсы от органов и тканей. Из спинного мозга выходят центробежные волокна, по которым импульсы идут к органам и тканям. Повреждения спинного мозга нарушают его функции. Участки тела, расположенные ниже места повреждения, теряют чувствительность и способность к произвольному движению. Головной мозг оказывает большое влияние на деятельность спинного мозга. Под контролем головного мозга находятся все сложные движения – ходьба, бег, трудовая деятельность. Проверьте свои знания, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании. Итак, вопросы. Первый. Где в теле человека располагается спинной мозг и каково его строение? Ну, согласно самому названию, располагается он внутри позвоночного столба. Его строение, естественно, это узкая, вытянутая такая трубка, состоящая из серого и белого вещества, от которого отходят длинные спинномозговые нервные отростки, которые идут, ну, буквально по всему телу отходят. Второй вопрос. Сколько спинномозговых нервов отходит от спинного мозга? Отходит 31 пара спинномозговых нервов, то есть всего получается 62 штуки. Третий вопрос. Соотнесите схему строения спинного мозга в поперечном срезе и схему рефлекторной дуги. Чем образованы нервные узлы на задних корешках спинного мозга? Сами задние корешки, передние корешки, собственно, спинномозговые центры. Что ж, исходя из данной схемы, нервные узлы на задних корешках спинного мозга образованы ядрами чувствительных нейронов, которые и несут информацию от рецепторов в основные задние части спинного мозга, где идет переключение либо на двигательные нейроны напрямую, либо через вставочные нейроны, либо на восходящие и проводящие пути спинного мозга, которые и передают информацию в головной мозг. Задние корешки образованы аксонами чувствительных нервов. Передние корешки состоят из аксонов, двигательных нейронов. Спинномозговые центры, нервы, образуются после слияния переднего и заднего корешков. Дальше спинномозговых узлов после выхода корешков из отверстий между позвонками позвоночного столба. Четвертый вопрос. Приведите примеры рефлексов, осуществляющихся через спинной мозг без участия головного мозга. Участвует ли спинной мозг в рефлексах, которые контролируют головной мозг? Если да, то каким образом? В основном без участия головного мозга замыкаются сухожильные рефлексы, такие как рефлексы ахивового сухожилия, коленный, сгибательный и разгибательный локтевой и многие другие. Спинной мозг у человека контролируют только самые простые двигательные акты. Сложные движения вроде ходьбы, письма, речи, труда осуществляются только с участием головного мозга. К спинному мозгу подходят все центростремительные нервные волокна спинномозговых нервов, которые несут нервные импульсы от органов и тканей, которые затем по восходящим путям идут к головному мозгу, где и перерабатываются. Из головного мозга информация идет к спинному, где по нисходящим волокнам доходят до сегментов, которые связывают рабочие органы или ткани и переключаются на двигательные ядра нейронов. Из спинного мозга выходят центробежные волокна, по которым импульсы и идут уже к основным тканям. Пятый вопрос. Почему так опасно повреждение спинного мозга? При повреждениях спинного мозга, в зависимости от того, где оно произошло, происходит практически полная потеря чувствительности ниже точки повреждения. Поэтому к позвоночнику все-таки стоит относиться осторожно, особенно при различных падениях, потому что повредите и, извините, все. Дальше только на коляске. И это в самом лучшем случае на коляске. Может быть и еще хуже в этой ситуации. Далее, шестой вопрос. Сохранятся ли коленный рефлекс и чувствительность кожи, если у человека будет нарушено проведение возбуждения из спинного мозга в головной? Конечно же, рефлекс сохранится, так как он замыкается только на уровне спинного мозга. А вот чувствительность кожи исчезнет, так как переработка информации от кожи происходит в головном мозге, куда информация проходит через спинной мозг. Итак, итог. Спинной мозг – это длинный цилиндрический тяж, расположенный в позвоночном канале. От спинного мозга отходят корешки 31 пары спинномозговых нервов. В спинном мозге находятся центры некоторых простых рефлексов. Он выполняет рефлекторную и проводящую функции. Работа спинного мозга осуществляется под контролем головного мозга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова